Комплексное число это очень просто. Это ВИ, А вещественное число, В вещественное число, АИ это такой замечательный символ. Вот то, что я сейчас написал, называется алгебраическая форма записи комплексного числа. Видите, не менее замечательная, тригонометрическая форма. Когда вы делаете так, вычисляете состояние от начала картина до точки и смотрите, какой вы будете. Вот ФИ называется аргумент, а Р модуль или абсолютная лична. Так вот, каким образом записываются правила умножения комплексных чисел? В алгебраическом виде абсолютно понятно. Когда вы умножаете, вы должны умножать как многочлены и в квадрате равно минус единица. То есть, АС минус БД плюс И умножить на БС плюс АД. А вот в тригонометрическом виде все намного интереснее. И, собственно, ради него во многом комплексные числа и существуют. В тригонометрическом виде ситуация такая. Когда у вас есть два числа, у одного аргумента ФИ1 и модуль Р1, а у другого аргумента ФИ2 и модуль Р2, то когда вы их умножаете, аргументы надо складывать, а модули надо перемножать. В чем идея? То есть, фактически комплексное число – это поворотное командование. То есть, когда у вас есть вот такое вот число, то оно задает такую команду. Надо повернуть всю постку с ваших начало координат на углу ФИ и еще в R раз увеличить все расстояния. То есть, сначала у нас остается на месте, а когда у вас была любая точка на расстоянии 1, то она становится на расстояние R. Была точка на расстояние 59, стала на расстояние 59R. Ну и так далее. Замечательно. Теперь вопрос. А, собственно, как это связано с задачей Наболеона? А так, чтобы мы, честно, даем удобные обозначения для вот этого нашего треугольного треугольника. Посмотрите, что я могу сделать, решая задачу Наболеона? Ну, наверное, взять где-то начало координаты. Где-нибудь, я совершенно не знаю где, в произвольном месте ставлю начало координат на точку О. Треугольник, который у меня есть, обозначен А, В, С. Ну и, естественно, ввести обозначения. Давайте так. Вектор ОА, это будет А. Я даже не буду писать знак вектора, просто ради экономии. Вектор ОБ, это будет Б. И вектор ОС, это будет С. Замечательно. Теперь я постараюсь как-то понятно написать вот этот вектор из точки О в точку И. Давайте вот это будет Х, вот это будет З. Что такое вектор ООО? Это совсем несложно. Чтобы дойти из точки О до точки И, я должен, во-первых, дойти до точки А, то есть это будет просто вектор А, и после этого из точки А дойти до точки И. Вот теперь смотрите, как дойти от точки А до точки И. Я могу нарисовать правильно руководить, давайте. Как известно, медиана бьется в отношении 2 к 1, поэтому, если я пройду дальше, то вы прекрасно понимаете, что вот это будет третья часть, правильно? Значит, надо прибавить третью часть вот этому вектору. Отлично. А что такое этот вектор? Это вот этот вектор плюс вот этот вектор. Отлично. Давайте так пишем. Значит, одна треть. Одна треть. Чему? Вот этого вектора. Вектор АЦ. А что такое вектор АЦ? Это минус А плюс С. Минус А плюс С. Так, вектор АЦ. И еще один. Господа, очень интересно, как мне повернуть вектор на 60 градусов. То есть я сейчас должен написать тот же самый минус А плюс С, но повернутый на 60 градусов. А давайте прямо так и напишем. А вот давайте прямо так и напишем. Единственное, вы понимаете, что на самом деле вот этот самый поворот на 60 градусов, это есть комплексное число. То есть, когда мы рисуем окружность и здесь откладываем 60 градусов, то получается число. Вообще-то это корень шестой степени из единицы. Я даже помню, чем равен космосу на 60, это одна вторая. Вот в этом и есть идея в ретелье комплексных чисел. Я имею в виду. Вместо того, чтобы писать поворот на 60 градусов, я буду писать вот так. умножение на вот это комплексное число. Давайте я его обозначу эпсилон. И что мы с вами на самом деле знаем? Что если повернуть на 60, еще раз на 60, еще раз на 60, то это то же самое, что повернуть на 180. Эпсилон в кубе это минус единица. Отлично. Значит, я могу привести к общему знаменателю все. Общему знаменателю будет тройка. 3а-а это будет 2а. Дальше пойдет плюс с. Минус эпсилон а. Плюс эпсилон с. Ну, вот такой ответ. Я не скажу, что ответ, что называется, симпатичный. Потому что, ну, какой-то вот он такой. Не очень понятно, не очень понятно, что называется стоп, а почему не симпатичный. Наверное, понятно, почему не симпатичный. Во-первых, если я сдвину начало координат, то ответ должен как-то пересчитываться. Поэтому в этом ответе как-то учитывается то, что начало координат у меня случайные относности. Кроме того, господа, ну, я ведь еще ни до какого правильного треугольника вообще-то не дошел. Я всего лишь нашел вектор, который указывает из точки производительного треугольника на ползвести в точку И. Замечательно. Для того, чтобы умение считать несколько раз, может быть, кто-то может мне прямо сейчас подсказать, как знаем эту формулу. Пожалуйста, еще раз перепроверьте, что называется, не набрал ли я где-нибудь. Потому что, если я набрал в одной формуле, то уже все, уже у нас ничего не получится. Я собираюсь только при этом, Итак, проверьте, пожалуйста, эту выводку. Набрал ли я здесь. И если не набрал, то сумейте, пожалуйста, сказать таким же образом формулу для ОХ или как получить формулу для ОЗ. Кто мне такое же вычисление скажет для ОХ? Минус С плюс В. Так, минус, почему минус С? Надо идти в точку С, правильно? Надо идти в точку С. Дальше надо что сделать? Прибавить одну треть, я правильно? прибавить одну треть, теперь интересно, от чего? Минус С плюс В. Что? Минус С плюс В. Так, минус С плюс В, правильно, и дальше еще что? Плюс С. А вот то же самое эпсилон, правильно? Да. Минус С плюс В. Это есть В плюс одна третья минус В. Минус В плюс А, правильно? Плюс эпсилон умножить на минус В плюс А. Похожий ответ. Давайте смотреть. А, В, С. С, А, В. Опять. А, В, С. С, А, В. Правда? По-моему, все получилось. То есть, на самом деле, я мог выписать этот ответ, даже с какой-то буквы. Ну, не в этом дело. Есть надежь, что я знаю, как доказать, что получится правильный треугольник? Понимаете? Как проверить, что правильный треугольник? Надо взять два из них и сказать, что они получаются по-моему, на 60 градусов. Ну, например, точку Y. Или, вдруг, какая бы, мне очень нравится. Хотите, точку X. Кому хотите? От какой точки отсчитывали? И. От какой? Y. Отлично. Надо взять точку Y. Посмотреть, что такое вектор YZ. Умножить его на вексилл и посмотреть, что это будет YX. Ребята, это, конечно, сейчас будет длинная строчка. Будет реально длинная строчка. Но, с другой стороны, если получится точность 2, значит, задача А, теоремия, задача Тополёна решена. Если не получится точность 2, ну, значит, где-то ошиблись. Поехали. Что такое Y? что такое YZ? Это надо взять вектор ОZ, вот этот вот. Это вектор ОZ и вычесть из этого вектор ОY вычесть вот это. Так, как решили. Минус 2А минус С плюс Эпсилон А минус Эпсилон С. Вот, все это, господа, надо разделить на 2. И мы должны проверить, что это то же самое, что вектор YX. А что такое вектор YX? Это нужно взять вектор ОХ. ОХ. Позовейте, просто опять здесь будет тройка, не надеешься. Здесь будет тройка, ОХ это 2С плюс Б, 2С плюс Б, минус Эпсилон С плюс Эпсилон Б Эпсилон. И вычесть из этого ОЭпик. Ну, господа, давайте, собственно, проверять. Для того, чтобы это сделать, от тройки освободимся. И дальше, все просто. Дальше просто умножаем на Эпсилон и смотрим. Поехали. В чем прелесть этого решения? Я не думаю вообще ни о чем. То есть, это счет абсолютно автоматический. Минус Эпсилон С плюс Эпсилон квадрат А. Так, ребят, пожалуйста, меня проверяйте, потому что, если я сейчас рассчитаюсь, то, значит, у нас ничего не получится. Итак, это должно быть 2С плюс В минус Эпсилон С плюс Эпсилон В минус 2А минус С плюс Эпсилон А минус Эпсилон С. Так вот, что сейчас нужно сделать? Отдельно посмотреть, где есть А. Эпсилон А Эпсилон 2 град А минус 2Эпсилон А Эпсилон А Эпсилон Квадрат А здесь вот минус 2А и Эпсилон А. Господа, нужно просто на просто выписать все эти коэффициенты. Пишу Эпсилон плюс Эпсилон Квадрат минус 2Эпсилон плюс Эпсилон Квадрат плюс 2 минус Эпсилон. Правильно? Ужасно интересно, сколько это будет. Эпсилон исчезло. Получилось 2 умножить на Эпсилон Квадрат минус Эпсилон плюс Эпсилон. Эпсилон это было число с аргументом 60 градусов. Эпсилон Квадрат это число тоже с модулем единица. что значит минус Эпсилон? Это вы должны вот сюда. Здесь 120 градусов. Здесь тоже 120 градусов. И здесь 120 градусов. И у нас получились три вектора. Вот эта штука это минус Эпсилон. Вот это это единица. Они действительно в сумме дают воду. По-другому, кстати, это так еще объясняют. Вы же помните, что Эпсилон Квадрат это минус 1. Значит, Эпсилон Квадрат плюс 1 это 0. Выносим Эпсилон Квадрат здесь остается Эпсилон Квадрат минус Эпсилон Квадрат но у нас Эпсилон Квадрат не 0, потому что Эпсилон это не минус а вот это значит 0. Отлично. Коэффициент при А у меня получился нулем. Теперь смотрим коэффициент при Б. Тоже так же, да? Пишем 2 Эпсилон минус Эпсилон Квадрат так, есть еще коэффициент 3Б. Нужно проверить 0 это или не 0. Так, ребята, получается опять то же самое. Эпсилон Квадрат минус Эпсилон плюс 1 замечательно. И, наконец, коэффициент при С наверное, вы уже видите это будет минус Эпсилон минус Эпсилон Квадрат здесь здесь это будет еще минус 2 плюс Эпсилон плюс 1 и плюс Эпсилон так, проверяем что это такое Эпсилон исчезла минус 2 и плюс 1 получается то же самое Эпсилон Квадрат минус Эпсилон плюс 1 то есть получается замечательно. Господа, я доказал я доказал теорему Рюмя. Разумеется, если вы обойдете по геометрии, то там есть совершенно другие доказательства. Более того, даже я мог бы взять обозначение поудобнее это сделать проще. То есть есть решения совсем геометрические есть это же решение рассказанное проще но мне сейчас интересно не быстрее медленнее рассказывать решение мне интересен принцип ребята при помощи кублексного числа я сумел изобразить геометрическую задачу в видимо таких форм и получилось что треугольник Наполеона правильный потому что вот это соотношение вот это на самом деле то что треугольник Наполеона правильный хорошо ну ну что-то удобно использовать вот единица здесь мы использовали число ессел которое в кубе авгу минус единицы с модулем единицы аргумент в его 60 градусов вот